С 1 июня Запорожская таможня предлагает новую услугу – электронное декларирование импортируемых грузов. Правда, шаг навстречу сделали не всем. В режим наибольшего доверия попали предприятия без нарушений. Пока еще процедура таможенного оформления выглядит вот так, с бумагами и мокрыми печатями, но уже скоро перейдет в электронную плоскость. По крайней мере, так говорят на этом таможенном посту, оформляющем грузы крупных металлургических предприятий. Большинство из них в так называемых белых и зеленых списках. Белые те, что совсем без нарушений, а зеленые почти такие же. В этом списке, правда, только один завод – полупроводников. Для тех и других объявили пилотный проект – декларирование таможенный контроль и оформление импортируемых товаров в электронном виде. От нововведения ждут серьезного упрощения таможенных процедур. Информация о внешнем экономическом грузе поступает с компьютерного терминала предприятия на компьютерный терминал таможни. Мы не используем бумажные документы, не используем бумажные носители. В электроне все считывается, и в случае отсутствия каких-то проблем происходит таможенная очистка. Скорость увеличится минимум в три раза. Такой вариант предложили всем ведущим предприятиям металлургического комплекса. Пока согласились только на Днепроспедстале. Они, так же, как и другие из белого списка, работают по упрощенной системе. Какими-то бонусами уже пользуются. В электронной системе рассчитывают на еще большие преференции. Электронное декларирование, понятно, это новшество в нашем мире, где продвинуты все информационные технологии. В этой системе есть очень много плюсов, но также есть и какие-то недочеты. Электронное оформление пока рассчитывают распространить только на импорт. По этой статье через таможенный пост Запорожсталя идут угли, кокс и ферросплавы. В общей сложности с начала года в бюджет перечислили 400 миллионов. За прошлый год 800. Это 35% от общих поступлений запорожской таможни. Так что экономика оживает, считают на таможне. А с электронным декларированием дело пойдет быстрее.